Всем привет! Сегодня у нас будет видео чистки, как вы поняли. Наступила весна, Песах в Израиле. Кстати, всех с праздником. Кто празднует Песах с праздником, кто празднует Пасху с праздником. Когда наступает весна, это значит, что мне нужно перебрать мой весь дом и срочно все повыкидывать. Вы знаете, что у меня есть слабость, повыкидывать не нужно. В общем, сделала я чистку дома. Выкинула очень много одежды, выкинула очень много обуви, выкинула косметику, выкинула всю старую посуду, поменяли на всю новую, выкинула много полотенец, выкинула много постельного беля. Короче, мы весь дом просто почистили, поскольку мы очень скоро должны переезжать. И я решила, что это такой медленный этап, начинать все почистить, выкидывать и покупать новое, свежее, весеннее. Вот. Так что я решила для вас сделать два видео по поводу чистки. Может быть, кого-то из вас я вдохновлю тоже у себя дома все перебрать. И все может быть, что старое, не нужно их вам выкинуть и, наконец, приобрести новое. Может быть, поменьше, но новое и свежее. Поэтому весеннюю чистку в этот раз я разделю на два видео. Первая часть сегодня косметика, в следующей части вы увидите в протяжке. Начнем. Скажу вам так, я очень как-то... Раньше я очень много косметики покупала, потом я очень много выкинула, потом я как-то успокоилась. В общем, меня устраивает в плане того, что у меня есть из косметики. Мне в основном все нравится, я с удовольствием пользуюсь. Но, знаете, когда долго у тебя есть все одно и то же, то оно тоже начинает надоедать. Хочется чего-то разного, несмотря на то, что у меня как бы много чего есть. В последний раз, посмотрев на свою косметику, я поняла, что я походу на клона. Все, что есть у всех, есть у меня. И мне как-то дико это наскучило. Не знаю, как-то меня взбесило. У меня был момент, меня все бесит и мне все не нравится. В общем, я решила от продуктов, которыми я не пользовалась полгода, избавиться. И также тут есть продукты, которыми еда пользовалась. Но каждый раз, когда я пользовалась, что-то мне не нравилось. Но поскольку у меня уже есть, я уже начала им пользоваться, то я продолжала. И в этот раз я решила, все, нет, не хочу. Есть продукты, которые я люблю. Я хочу пользоваться тем, что я люблю, а не то, что у меня есть. Ну, лишь бы закончить, жалко выкидывать. Все, это жалко выкидывать, нужно в сторону поставить. Все, что я вам сегодня буду показывать, конечно, отдается, раздается, продается, ничего тут не выкидывается в мусорник, когда я говорю, я выкидываю, это значит, просто уходит от меня, это не значит, что я выкидываю в мусорник. Значит, два Color Tattoo от Maybelline, один номер 40, он такой тауповый, вы все, наверное, этот цвет знаете, а очень люблю этот цвет, очень люблю Color Tattoo, но не пользую я их на глаза, но не получается у меня их пользоваться, они лежат, без толку лежат, 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 они просто засохнут, мне жалко, что они просто будут без толку лежать, и они засохнут, и поэтому я решила, что лучше кому-то, кому будет от этого больше толк отдам, нежели они у меня будут лежать, и потом их просто реально выкину, поэтому этот он, вы можете видеть, что я его, да, пользовала, пыталась и на брови, и как подводку, но больше я люблю свои чаби-стики от Clinique, к которым я уже очень привыкла, мне ими удобно, и все, и поэтому это я решила отдать, у меня уже есть новая хозяйка для них, и также Color Tattoo в номере 65 Pink Gold, они вот такие вот розово-золотые, опять же, та же история, есть у меня, немножко меня золотой шиммер здесь на себе смущает, а немножко он мне все-таки делает больные глаза, и также у меня есть чаби-стик, которые я больше немножко люблю, в общем, они почти новые, я им пользовалась пару буквально раз, у меня тоже для них есть уже новая хозяйка. Следующее, что я отдаю новой хозяйке, карандаш от Rimmel, это Nude, да, Nude, он известный на ютубе, он хит, вообще карандаш на нижнюю слизистую я не очень много пользую, как-то не мое это, но если я уж пользуюсь, то я вот пользуюсь вот этим вот от MAC, этот карандаш вообще для губ, но он называется Naked Liner, и он такой же светлый, почти как этот, они, в принципе, почти идентичные, этот мне нравится больше, он намного стойкий, нежели этот, ну, вы знаете, что я люблю карандаши MAC и помады MAC, поэтому как-то, у меня есть один, мне его достаточно, с моим расходом мне два не нужно, и поэтому я нашла новую хозяйку для него, и он пойдет без колпачка, который куда-то упал, нет, вот нашла колпачок, а пойдет новый хозяйка. Следующее, что я решила отдать в этот раз, я уже давно должна была этот блеск отдать, блеск от Benefit Hula, я закончила такой Dandelion, неплохие блески, тра-та-та, ну, знаете, я люблю блески, боже, зачем он у меня есть, не знаю, он был в наборе, на самом деле, с ху, с румяными, с этим, с бронзером, с малюткой, ну, не пользуюсь, я просто им не пользуюсь, и не люблю блески, вы это все знаете, люблю помады, и даже если что-то увлажняющее, люблю увлажняющую помаду, но не блески, не мой это продукт, ну, просто не воспринимаю их, поэтому уходят новые хозяйки, и также той же хозяйке уходит вот эта помада, я вам показывала видео про свои помады яркие, она была, это Guerlain 71 Girl, кто не смотрел это видео, оставлю ссылку внизу, зайдите, посмотрите, посмотрите, как она вылезет на моих губах, для меня она чересчур розовая, чересчур игривая, чересчур молодая, чересчур блестящая, чересчур все, то есть в ней нету никакого блеска, никакого шиммера, в ней есть просто очень сильный, сильное очень увлажнение, это не мой цвет, я его не люблю на своих губах, пыталась, сражалась, она мне досталась бесплатно в Duty Free, когда-то там было 2 плюс 1, и это был третий продукт, который я взяла бесплатно, подалась тоже в каком-то видео на ютубе вот эти помадки, посмотрите, хорошие, но это просто не мой вариант помад, мне очень она не нравится, а новой хозяйке вроде она очень понравится, поэтому она уходит тоже. И у нас осталось 3 последних продукта для лица, давайте начнем с этого продукта, который, наверное, вы не думаете, что я его буду вкидывать, но я решила с ним расстаться, и я, наверное, его отдам Оле, потому что знаю, что Оля его очень любит, это гирлянд 4 сезона, 00 nude у меня, вы знаете, вот это вот так на место, 4 отсека, он у меня относительно использованный, я не могу сказать, что я им не пользовалась, вы не видите, вы не видите, но он использованный, он неплохо использованный, особенно вот этот светлый цвет, как ни странно, я им пользовалась, я им старалась пользоваться, но, к сожалению, он на мне держится буквально час-полтора-два, не больше, он с меня быстро слезает, он на мне не держится, он просто не держится на мне, и меня это раздражает постоянно его подправлять. Есть другие бронзеры и другие румяны, которые я люблю намного больше, и я решила, что я просто парюсь с ним, потому что мне жалко его кидать, потому что это гирлянд, потому что красивая упаковка, потому что хорошо пахнет, потому что неплохие цвета, но он на мне не держится. Зачем держать такой продукт, я не знаю. Мое счастье одно... А, кстати, можно тут рефилы покупать. А, я не знала. Кстати, рефилы в Израиле не в любой косметике, даже в профессионале, не продаются. Бред какой-то. В любом случае, я знаю, что Оля моя его очень любит. У нее он есть. Что она им с удовольствием пользуется. Поэтому я думаю, что я его отдам. И пусть он продолжает им с удовольствием пользоваться. Ей хватит его еще на очень долго. Следующий продукт, наверное, для вас сейчас будет шоком. Но он пережил две чистки. Я два раза его хотела уже выкинуть. Но мне было жалко. Жалко. И в конце концов, на третьей чистке я его выкидываю. Потому что после тех двух чисток я им ни разу не продавалась. Это Нарс. Двойная двойнушка. Бронзер Лагуна. И румяна Анжелика. Бронзер Лагуна так у меня с ними не подружилась. Я вам как-то рассказывала, что я с ним не дружила. Потом вроде я начала им пользоваться. Вроде начала как-то дружить. Но что-то не складывается у меня с ним. Я знаю, что он вроде с девочками светленькими к я подходит. И все в нем хорошо. И пигментация. И как он лежит. И такой естественный. Такой красивый. Девочки, у меня с ним не дружатся. Мне больше нравится Too Fast Chocolate Sale. Мне больше нравится, как ни странно, Holo Benefit, на который я гнала. Я знаю, что я гнала. Побейте меня. Мне больше нравится Chanel. Этот кремовый. Мне больше нравится Estee Lauder, что у меня есть. У них четыре. Мне этого будет достаточно. Я не хочу добиться кашей, как я люблю говорить. Не хочу добиться кашей и пользоваться им. А у моей подружки нет ни одного бронзера. И я ей сказала, что давай, я тебе его от тебя, от чистого сердца подарю. Попробуй, что такое бронзер. В общем, думаю, что ей подойдет. По поводу румян. Хорошие розовые румяна. Из всех румян Nars очень их люблю. Честно вам скажу. Но у меня таких вот похожих есть еще, наверное, два или три. Поэтому я как бы с чистым сердцем отдаю. Но если вы ищете хороший Baby Pink румяна, вот я могу вам однозначно советовать. Несмотря на то, что здесь есть крупный шиммер. На щеках он не очень сильно видится. Он падает. Поэтому, да. Румяна эти Angelica я однозначно советую. Бронзер я... Ну, уже поняли мои отношения. И последнее на сегодня у нас будет продукт, который я знаю, что многие с ним не находят общий язык. И я вообще для себя поняла за последние, наверное, полгода. То ли я еще его не распробовала, не узнала, не познала. В общем, не очень у меня к нему лежит сердце, рука. И я не очень им пользуюсь. Поэтому он мне просто не нужен. Действительно не нужен. И я говорю о хайлайтере MAC. У меня в цвете Soft and Gentle. Вы, наверное, все его знаете. Я решила от него избавиться. Потому что я буквально пользовалась им совсем чуть-чуть. Хайлайтеры это не очень мое. И если уже я пользуюсь хайлайтером, то у меня есть два таких. Один кремовый. Не то, что кремовый. Ну, вы знаете. Benefit WhatsApp. Он такой, ну, как кремовый. Как помадка. И один у меня есть жидкий, как прям крем от Becca. Мне их достаточно. Они замечательные. Они хорошо лежат на моей коже. Красиво переливаются. Выглядят естественно. И больше мне не нужно. Потому что хайлайтером я пользуюсь исключительно редко. Поскольку кожа у меня, особенно летом, комбинированная, жирная и хайлайтеровая. В дополнение это уже вообще никуда не идет. Из сухих я люблю единственный. Это от Bobby Brown. Это Shimmer Brick. Потому что он идет вместе с... Как румяна. И мне его одного достаточно как румяна и все нанести. Поэтому для меня этот продукт немножко бесполезный. Он тоже прошел те же диетические, что и... Что и Nars. Я все думала. Ну, жалко выкидывать. Он совсем новый. В общем, он совсем новый. И пока я не нашла применения ему, кому его сплавить. Не хочется как-то его... Ну, он совсем новый. Мне жалко его просто так сплавлять. Хочется его продать. В общем, не знаю. Если вдруг кто-то из вас хочет, обращайтесь. Ну что, это все, что я почистила у себя в столике. Освободила себе место для нового хлама, который тоже есть. Такого вот маленького пакетики. Все мало, очень мало. Да, пакетик от Бобби Браун. Смотрите, какой мимишный хороший пакетик. О всех своих новинках, которые я приобрела буквально недавно, в прошлом месяце, в этом месте, я вам расскажу в следующем видео. На сегодня я вам показала все ненужное, что я выкидываю. Всем вам советую тоже сделать чистку везде у себя. Не только в косметике, где вы можете. Не жалейте вещей. Если вы чем-то не пользуетесь, не жалейте. Учитесь думать два раза перед тем, как вы покупаете. Но если у вас есть уже что-то, что вы не хотите этим пользоваться, не жалейте. Отдайте, пожертвуйте, продайте. Есть много выборов, что можно сделать с той косметикой, которой вы не пользуетесь. Видите, я половину раздала другом что-то. Я, да, продала. Что-то я хочу продать, потому что я вижу этот новый продукт. И мне жалко его просто так отдавать. Такое тоже бывает. В любом случае, я не хочу, чтобы у меня это лежало и залеживалось. Но у меня есть еще такая честная характера. Я абсолютно не коллекционер. Я никогда ничего не коллекционирую. Если мне что-то мешает, что-то не нравится, что-то не подходит, я это сразу отдаю, раздаю, выкидываю и тому подобное. Я думаю, что кто из вас смотрит мои видео уже достаточно долго, вы это уже заметили, какая я. Сразу все в мусорнике, как говорится. Ну что ж, на сегодня все. Я вам желаю хорошего настроения и солнечной погоды. И посылаю вам много-много-много-много солнца от нас. Присылайте мне дождик, а я вам посылаю солнце. И мы с вами увидимся очень скоро. Пока. Так, первый тональный, который я вам сегодня покажу, это будет Chanel Vita Lumiere. Он у меня самый древний, можно так сказать. У меня в номере 2. Клеер. То есть, по-моему, он один из самых светлых или один из самых...